привет народ пока нет возможности выехать на рыбалочку хочу как-то запомнить это этот пробел немножко вам расскажу покажу свою основную катушку это shimano ultego 17 года в типоразмере 2500 с после трех лет эксплуатации ну и собственно вот она эта катушка вот ребят она меня основная хотя вот как можете видеть здесь еще присутствуют катушки 4 штуки вода еще есть но эту я подарил брату почему скажу вам а это в принципе вот мои катушки как видите есть даже катушки высшим классом но именно больше всего я пользуюсь ультера сейчас почему сейчас вам это все расскажу итак shimano ultego 2500 с после трех лет эксплуатации ребят сейчас вам достаю катушку покажу ее каком она состоянии у меня после этих трех лет ребят катушка в принципе она в идеальном состоянии можете посмотреть здесь минимальная есть потертость буквально немножко чуть-чуть даже на камерной даже видно не будет катушка за эти три года просто в идеальном состоянии естественно что она меня обслуживалась за ней был уход естественно но тем не менее за эти три года она конечно при наличии всех остальных катушек там и на месяц на под по свои нужды брались но за эти три года на эту ультеру я отловил ну около 200 рыбалок это сто процентов это сто процентов ребят по характеристикам значит она не он это мне обычная передатка 5 к одному 4 килограмма на фрикцион на разрыв 240 грамм веса ребят вот по подшипников ну грубо говоря 5 плюс 173 сантиметра за один оборот ручки она выматывает ребят в преддверии выхода уже новой ультеры уже сейчас за окно у нас 21 год вот и уже принципе анонсировали выход новой ультеры информации очень мало но то что я нашел в интернете значит такого типа размера именно с обычная передатка я не нашел именно с эской на эска уменьшенная шпуля вот меска будет только в хэгэнта то бишь увеличенная передатка 6 к одному вот но не знаю я конечно эту катушку в основном использую для твичинга вот поэтому ну не знаю как она будет именно такая из повышенная передатка как она будет для этого служить тут спиннинга со основной которым я использую эту катушку почему так получается основная меня вот она вот вместе с этим спиннингом потому что ребят это спиннинг это меня синапс вот фаворита твич его 4 до 16 грамм который очень хорошо работает по низам своим то бишь этот гель позона этот спиннг он перекрывает средние веса ультралайта вот поэтому я могу использовать его вот при самих на высоте во низких тесте при самом низком тесте 4 грамма он хорошо очень бросает вам для ручки там весом в 3 грамма и чуйка у него в это стена тоже очень очень хорош вот собственно те воблеры головлины я бы так сказал смотрите вот чабики весом 4 грамма у них отлично бросает отличная чуйка вот поэтому собственно я этот спиннинг с этой катушкой и использую они по балансу очень и очень отлично друг другу подходят вот такой вот у сами кто живете маленький там у него веса там буквально сколько там не пишут 2 и 6 грамма вот мы его бросает и можно комфортно тоже принципа лови головля и окуни поэтому собственно вот это вот катушка у меня есть основной потому что более всего рыбалки конечно проходит вот на этот спиннинг можно половить и щучку вот такую кило полтора вот отлично он 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 справляется с этими задачами ну и вот собственно вот твич его и вабблера которыми я твичу этой катушкой вот они это джакалы складами но 665 и вот у меня их три это усамики тоже такого же примерно веса там всем грамм эти шесть половиной грамм вот тени магалон тоже себе прикупил недавно потому что отрывал два у меня было до этого в другом цвете то я их по отрывал вот и почему у меня вот это вот катушка идет как основная остальные катушки я конечно под свои задачи ведь эстрадик есть это под ультралайт этот c2000 с это c3000 хгн м к это такой уже под веса скажем там да он не стоит на визоре до 21 грамма хотя можно поставить конечно на этот синапс вот это экстеллер четырехтысячник это под твич крупных вабблеров вот но этот сапфир вот фаворита ребята это уже 2 было мне 2500 с рычал я его продал под нагрузками рычал ну так сама и это тоже речит на его дал брату пусть он в принципе учиться тренируется пока ловить на этой катушке перевожу эту катушку я храню транспортирую вот в таком чехле такой гофра так бы сказать такой довольно таки жесткий ну вот видите какая фирма делает очень довольны ими очень хорошо может быть поэтому меня он это ультегра она целенькая не поцарапанная да тоже я думаю играет свою роль хочу сказать дело с от и о данной катушке рида за эти три года я делал его принципе трижды почему трижды ну потому что пришла ко мне катушка была новая я его дал на то у нас полтаве делает станислав горпиченко вот он делает есть его визи . кому будет интересно кстати ребят вот есть его номера телефонов принципе можете поставить на паузу вот видите ничего мне добавил было барит катушки он не добавил заменил 4 втулки на 4 подшипника поэтому по факту здесь ребят 9 плюс 1 поэтому работает она очень хорошо ход принципе мягкий как для такого класса катушки ну хватает с головой мне этого так собственно говоря вот они эти 3 то вот самая самая первая то которое делалось значит два подшипника в кноп потом подшипник бесконечник и подшипник в каретку вот но потом просто где-то через полгода наверное я завала ему еще раз он не подтянул люфты там были которые мне их подтянул вот и потом уже еще раз через год уже так бы сказать вот 21 01 была последней то тоже просто мне перемазал да и все хотя принципе можно было как он не сказал можно было этого и не делать и так все было отлично в этой катушке вот здесь вот еще есть видите такие вот прокладки для регулировки намотки но она здесь в принципе с завода шла в принципе очень даже неплохо поэтому ну не этого хватает меня это все устраивает ребят намотка поэтому я сюда ничего не добавлял вот отличный баланс еще раз повторюсь меня это катушка с синапсом поэтому ну вот так сказать вот видите в преддверии нового выхода до уже 21 ультеры вот там я смотрел то она конечно будет немножко легче это 240 грамм новая ультегра будет где-то в районе 225 220 225 грамм будет но весит новая ультера ну посмотрим подождем еще выхода потому что очень мало они информации ребят тоже я видел да там удлиненная шпуля будет вот но ручка там осталось конечно тоже слаживающий насколько я видел насколько я понял с картинки то ручка будет слаживающий это конечно меня немножко удивило по рыбе какую рыбу эта катушка меня брала на себя самая большая была эта щука в районе 2 700 даже это точно вес 2 700 на отличный вот я поймал ею потом еще была у меня щука пойманная весом в 2 200 двушка еще было вот ну в принципе на ура она справилась шнур тушу я поймал на 2 700 там шнур был 0 8 изначально я оставил но потом перешел я на 0 6 шнуры и очень довольный естественно при этом там они очень сейчас хорошие шнуре делают пенсии прочность на разрыв тоже очень хорошая поэтому ставить . я и не вижу то особого смысла так там еще брали такие там кило естественно около килограмма щучки там такие до полтора влетали мне и в принципе абсолютно без проблем катушка работает отлично вот люфты здесь ну минимальный минимальный который который он принципе должен быть минимальный люфта главной пары все все остальное работает на отлично ребят поэтому я принципе очень довольны этой катушкой принципе есть один конечно минус ребят был такой уж она мне бросает петли вот из-за этого принципе у меня съелся один шнур за два года просто села она его петлями в чем суть когда идет заброс скидываю дужку и первый оборот ручки она закидывает шнур вот сюда вот где-то вот наш пуль видите на вот эту вот крышку если она при следующем же забросе бывает просто шнур перепутывается это не очень часто но это бывает вот и из-за этого вот собственно говоря вот такой вот минус есть который я могу выделить в этой катушке но это у меня так понимаете то что у кого-то другого этого может не быть после дома может это просто связано с с моей манерой там до твичина и вообще работает с катушкой ребят ну а стоит ли покупать эту ультегру 17 года в 21 году я конечно затрудняюсь сказать выводы делает каждый для себя сам вот поэтому сейчас конечно в преддверии выхода новой все-таки утеры 21 конечно я бы подождал пока вы подождал что там выйдет интересно будет посмотреть вот и может быть и себе тоже приобрету новый но эта катушка однозначно заслуживает своего внимания вот за эти три года твичина понятно не крупных вобблеров которые я вам показывал она справляется на ура тут люфтов в ней никаких из-за этого нету вот поэтому я считаю что она стоит своих так сказать денег ну что народ буду с вами прощаться я надеюсь что хоть кому-то эта информация была полезной или хотя бы просто было интересно послушать поэтому ребят всем пока до скорых встреч и и Субтитры сделал DimaTorzok